Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях человек, который знает, как запечатлеть и передать ценность момента. Фотограф Елена Синчук. Привет, Лен. Привет, Кристина. Большое спасибо за приглашение. А расскажи, пожалуйста, как давно ты фотографируешь и почему выбрала именно это ремесло? Началось все очень-очень давно. Даже неприлично вспоминать эти даты. Я еще училась в школе, на самом деле. Это был седьмой класс. Я занималась рисованием, ходила в художественную школу. Но рисовать у меня получалось почему-то только домики, пейзажи, натюрморты. Но хотелось людей. И было очень сложно. Они у меня были какие-то неживые, пластмассовые. Но очень хотелось. И я подумала в тот момент, что, возможно, можно их фотографировать. Это же, наверное, проще, чем рисовать. Но в те времена фотография была только пленочная. Это было достаточно дорого, логично. Это был конец 90-х. Сложное для родителей время. И эту свою хотелку, желание я оставила где-то там далеко. Прошло время. Я поступила в институт. На тогда еще стипендию каким-то образом, я не знаю, собрала и купила себе первый фотоаппарат аж с 0,3 мегапикселями. И снимала первое время на него. Потом так получилось, что родители стали более уверены чувствовать себя финансово. И мне подарили на втором курсе, по-моему, фотоаппарат Canon A610. Я его помню. Он у меня есть. И он работает. И, наверное, года два я ходила, баловалась с ним. Мы с девочкой, с однокурсницей лазили по кустам, дворам, домам. Развлекались как могли. Ни о чем не думали. Как бы просто нам было весело, интересно. Новое что-то для себя. Снимали друг друга. Снимали одногруппников. Соцсетей тогда, мне кажется, они тогда только начинались. Возможно, это были одноклассники. Я уж толком не помню. Никуда это не выкладывалось. Так просто для себя. И потом с этой же подружкой, я не знаю, как так получилось, но мы устроились в один из рязанских магазинов электроники. И как-то так опять случилось, что я попала именно в фото-видеоотдел. И я продавала именно эту технику. И спустя какое-то время я поняла, что я хочу уже не вот этот фотоаппарат, а что-нибудь побольше. То, что удобнее держать. То, что красиво щелкает, когда нажимаешь на кнопочку. И я собралась силами с зарплатой, собственно говоря, которая к тому моменту появилась. И взяла кредит. И счастливо расплачивалась за Canon 400D аж полгода. Вот. И мы бегали уже с большим фотоаппаратом. Далее все это росло-росло. Это уже был четвертый или пятый курс. Естественно, все мы взрослели. И кто-то из знакомых начал выходить замуж и жениться. И вот одна из подруг не могла найти себе фотографа. Потому что это был 2009 год. Это были большие дядечки с большими камерами, которые снимали невесту на ладошке. Или обнимашки с березой на соборке. И она попросила меня. И после этой свадьбы, спустя какое-то время, я поняла, что как бы, наверное, надо двигаться куда-то дальше. И понимать, как, собственно, с этим вот аппаратом общаться. И снять бы чего-нибудь еще красивое. Тоже, возможно, свадебное. И кому-нибудь. Но снять это лучше, более уверенно. И я начала искать, где, собственно, можно этому научиться. В общей сложности сколько ты уже фотографируешь? С 2009 года получается. То есть 14 лет. Хотя, вот, с мое внутреннее ощущение, это началось не в 2009 году, а началось в 2012 году, когда я уже поменяла работу, устроилась на одну из фабрик города. И у нас там открылся рекламный отдел. И меня, зная, руководство знало, что я этим увлекаюсь, меня перевели на должность фотографа. У нас там оборудовалась студия. И, собственно, я там занялась этим. Первое время, пока у нас шли строительные, монтажные работы, я усиленно сидела, штудировала, читала. Все как можно. Лучше это дело делать. И потом, когда мне уже в трудовую книжку написали «Синчук, Лен, фотограф», я говорю, ну, слава богу, теперь можно себя так назвать и идти дальше. За это время, может быть, сформировался какой-то свой собственный почерк в фотографировании? Тут мне сложно сказать, потому что ты себя со стороны ты не видишь. И даже если видишь свои фотографии, но как-то анализировать именно свое творчество, мне кажется, крайне сложно. И тут надо узнавать у людей. Но мне обычно на встречах и в переписке люди пишут, что мы вас выбрали, потому что у вас светлые фотографии. Светлые наполнены эмоциями? Я так понимаю, возможно, и в комплексе, но вообще в последнее время очень модно стала фотография приглушенных тонов и темных. А я как бы остаюсь, наверное, где-то там. И все еще работаю в светлой тональности. Мне в ней хорошо, мне в ней спокойно. И мне в ней красиво. И опять же, мода проходит, что-то меняется, мы идем к классике. Какой жанр у тебя самые любимые фотографии? Я могу сказать, что я люблю работать с людьми. И то, что касается семейной фотографии и истории отношений. Поэтому это детские свадебные съемки, ловстория, ну, та же свадьба, по сути. Какие-то юбилеи. Также я люблю портрет. Мужской, женский, здесь уже неважно какой. Это такой некий психологический, наверное, подход и опыт. И это вот интересно показать человека, посмотреть на него. Показать человеку, какой он. Побороться, возможно, с его комплексами. Потому что все же мы думаем, что мы с этой стороны хороши, с этой нехороши. А по факту с любой стороны можно подойти. В тему как раз задам вопрос, есть ли нефотогеничные люди? Есть люди зажатые. Нефотогеничных, я думаю, нет. Это наши комплексы, которые в нас кто-то вбил. Или мы сами постарались. И надо вот из них выбираться и верить в себя, быть более открытым. И именно этим вот я стараюсь заниматься именно на портретных больше съемках. Потому что когда человек один, ему сложно. Когда вот мы, допустим, сидим вдвоем, то нам попроще. Расскажи, пожалуйста, о своей технике работы. Как тебе удается подбирать лучшие ракурсы? Это довольно сложный для меня вопрос. Я даже не вот, наверное, именно поэтому не могу никак прийти к пониманию, как можно было бы преподавать фотографии. Потому что иногда у меня спрашивают, есть ли какие-то курсы, есть ли какие-то мастер-классы, допустим. А я не могу вычленить вот из того, что я делаю, именно систему. Потому что оно рождается спонтанно. По свету, допустим, что-то можно конкретное сказать относительно солнца, не солнца, темный фон, светлый фон, в каком образе человек. По физиологии, как лучше поставить, чтобы ноги были длиннее, руки были нормальные. Как улыбаться, с какой стороны это снять. Это понятно, здесь можно сказать. А вот в общем и целом, куда тебе вот нужно прямо сейчас встать, чтобы обязательно именно с каждым человеком получилось именно так, как надо. Все мы разные, каждому нужен свой подход. Поэтому вот именно это систематизировать я не могу. Наверное, я работаю по наитию. Каким должен быть хороший фотограф? Фотограф должен быть трудолюбив. Потому что фотограф, как дятел. Дятел не может не долбить, и фотограф не может не фотографировать. Он должен быть настойчив, он должен быть упорным. Если ты можешь не снимать, то как бы лучше и не снимать. А вот если ты не можешь не делать этого, то надо продолжать. Фотограф должен быть самый страшный усидчивым. Потому что только так кажется, что фотография – это такая активная профессия. Но нет. На один час съемки приходится порой по 6-8 часов работать за компьютером. Поэтому, когда кажется, что фотограф – это просто бегунок. Бегунок до поры до времени, потом сядет и будет сидеть. И только двигайте правой рукой, глядя в монитор. Фотограф должен уметь учиться. Он должен уметь делать выводы. Смотреть на то, что делает он, чтобы расти. И понимать, что надо менять, чтобы становиться лучше. Должен уметь делать выводы и анализировать произведения других фотографов. Опять же, для своего собственного роста. Но это если фотографу надо расти. Может быть, кому-то расти и не надо ему хорошо в своей среде. Если фотограф снимает мероприятия, неважно, свадьбы то или какие-то корпоративные, он должен быть физически подготовлен. Потому что просто так пробегать с камерой, а то и с двумя, весом в сумме по 3-5 килограмм, по 10-12 часов, и еще имея сумку аппаратуры, не так это просто. Фотограф должен уметь смотреть затылком. Потому что, снимая репортаж, ты должен видеть не только то, что перед у тебя глазами. Нужно понимать, что может произойти сбоку, сзади. Надо уметь работать с людьми. У фотографа должна быть какая-то психологическая подготовка. Но это опять же, если фотограф работает с людьми. Если он снимает кольца, то ему с людьми работать особенно-то и не надо. Есть у него заказчик, с ним переписался, и хорошо. А если у него 50 человек, с которыми сейчас надо договориться, чтобы они все стояли более-менее бодрые, то надо уметь найти подход. Поэтому хоть какие-то начала психологической подготовки, образования, хоть что-то должно быть. Но когда ты работаешь долго, рано или поздно, мне кажется, это доходит в любом ключе. Все же мы знаем эту теорию о 10 тысячах часов. Если что-то очень долго делать, оно рано или поздно получится. Как понять, что у человека есть предрасположенность к тому, чтобы заниматься фотоискусством? То есть какое-то, может быть, видение... Это видно по работам. Это может быть даже совсем маленький человек, который взял в руки телефон, начал снимать, и как бы что-то там сразу получается. Кто-то и в 30-40 лет не может снять более-менее ровный кадр. А кто-то берет и идет. Достаточно много, мне кажется, профессионалов уже к 18-20 годам умеющим снимать на уровне. Занимаясь фотографией, в какой момент фотограф осознает, что он уже профессионал своего дела? На самом деле фотограф может этого даже не осознавать. Потому что профессионал – это человек, который зарабатывает деньги своей профессией. Поэтому если ты зарабатываешь, рисуя картинки, ты профессионал-художник. Если ты лепишь горшки и продаешь, то ты профессиональный гончар. Если ты фотографируешь и получаешь за это вознаграждение, то ты профессиональный фотограф. Все просто. А уже уровень профессионализма – вот это вот да. Здесь можно по-разному. Можно ли самому выучиться на фотографах? Я просто знаю нескольких людей, которые, грубо говоря, по роликам на Ютубе освоили основы фотографии. Основы можно вообще даже без роликов на Ютубе на самом деле освоить. Дело все в том, что в Российской Федерации на данный момент, по-моему, только два вуза выдают диплом о том, что вы фотограф. Один из них в Питере, по-моему, журналистский какой-то там. И в Москве что-то появилось. И как бы все. То есть тебя нигде ничему не научат. Или в художественном нашем училище тоже были какие-то занятия по фотомастерству. Но там был прям факультатив совсем. Поэтому в любом случае фотограф – это тот, кто сам себя учит. Лен, ты можешь рассказать какие-нибудь лайфхаки, которые помогут сделать на бытовом уровне фотографию лучше? Протирайте камеру телефона, пожалуйста, когда снимаете. Потому что сил нет смотреть, как люди выкладывают фотографии, на которых прямо видно, что объектив был грязный. Следите за горизонтом. Следите за деревьями, столбами, которые растут у людей из голов. Дайте пройти лишним пешеходам. Следите за солнцем. Снимая на сотовый телефон, а большинство у нас сейчас снимает именно так, не стоит, каким бы телефон ни был, в первых своих опытах снимать солнцем, светящим вам в макушку. Пусть оно светит вам в глаза. Лучше оденьте солнечные очки. Так фото будет у вас ярче, четче. Были ли у тебя какие-то такие ошибки на твоем творческом пути становления фотографа, как фотографа, которые ты замечала, а потом в итоге исправляла их и не допускала больше? На самом деле я косячу, конечно же, до сих пор. И каждый раз, когда ты что-то отснял, думаешь, ну как же так-то? Ну можно же было лучше. Но как бы за деревьями слежу. Тут, да, деревья не растут. Естественно, я уже научилась снимать и против солнца. И как бы, мне кажется, основная масса фотографов снимает в контровом свете. Это когда нам солнце светит в макушечку. Ну и с жестким светом, конечно, да. Где проще фотографировать? Я бы сказала нигде, а при каких условиях. Потому что когда ты только начинаешь, тебе хорошо, когда солнце не светит. Тебе везде замечательно фотографируется. Выходит солнце, ты начинаешь пугаться, теряться. То ты снимаешь, тебя все засветило. То у тебя, наоборот, все черное. Но ты учишься, учишься, и ты уже умеешь справляться и с тем, и с другим. В помещении, если мы находимся, если у нас нормальный свет или большие окна, мы можем хорошо снять. Если у нас тут лампочка Ильича, тут ртутная лампа, здесь еще что-то горит, то кто снимает на телефон, у него телефон сходит с ума. Кто снимает на фотоаппарат, у него голова сходит с ума. Потому что там нет того мозга процессора, что есть в телефоне. Но как бы здесь как раз пригодится то, что я говорила про умение проанализировать. Что ты снял, в каких условиях ты снял, и что ты самое страшное хотел снять. То есть все должно совпасть. Да, в идеале, конечно, совпасть должно многое. Лен, спасибо большое, что пришла к нам сегодня в гости. В эфире была программа «Городские встречи», и я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»